Всем привет, друзья и товарищи! С вами Рин. Сегодня мы немножко отвлечемся от Sims и запустим игру, которую, честное слово, я вообще не помню, где и когда скачала, но у меня так со многими играми, Лига энтузиастов-неудачников. Сразу скажу, что на полное прохождение я пока не задумывалась ее записывать, потому что надо банально разобраться, что это вообще, зачем, кого, куда и как. Да, я ее один разок запускала, мне внешний вид ее очень понравился. Здесь будет такая вот интересная рисовка, ну, знаете, как если бы ребенок карандашиками рисовал, мне, в принципе, такое нравится. И здесь должен быть какой-то очень теплый душевный сюжет про двух неудачников, которые хотят изменить свою жизнь. Сюжет может быть довольно банальный, но мне интересно посмотреть на то, как это все будет подано. Поэтому сегодня у нас будет что-то вроде первого взгляда. Я ничего не обещаю, так как обстоятельства таковы, что обстановка, в которой я пребываю, до сих пор не очень-то благоприятна для летсплеев. Сейчас все, что мне интересно, что касается конкретно записи игр, это мой проект в Sims 2. Остальное все стало уже не настолько интересно. К тому же я все еще жду, когда появится продолжение мода про Саманту. И, разумеется, когда он выйдет, я буду его записывать, но, насколько я поняла, там пока все еще неизвестно, когда его продолжат. Ну что ж, если вам интересно, или если, может быть, вы слышали раньше про эту игру, но так ее и не заценили, давайте сегодня сделаем это вместе. Лига энтузиастов-неудачников. Я бы на самом деле сразу бы звук сделала чуть потише. Может быть, конечно, это он у меня в наушниках так орет, но надо будет сейчас заглянуть в настройки. Итак, я зашла в меню, но не нашла здесь почему-то никаких настроек звука, зато здесь я вижу очень много ламповых вещей, знакомых людям моего возраста. И смотрите, обертка от конфетки Ротфронт. Они и по сей день продаются. Я очень рада, что они продаются. Они безумно вкусные, я их обожаю. Что-то там... Подожди, что там про пиццу что-то говорится? Не вижу. Ну и, конечно, билетики на трамвай, на троллейбус, на автобус. Я себе на этот Новый год, кстати, заказывала что-то вроде адвент-календаря, и он пришел мне в виде маленьких шоколадных билетиков. Вот как раз на все эти виды транспорта. Там на троллейбус, на трамвай, на автобус. Ну, это были счастливые билетики, кстати. Я думаю, люди моего поколения прекрасно сейчас поймут, о чем я говорю. Здесь также можно посмотреть управление. И это у нас будет, судя по всему, не визуальная новелла, как я думала изначально, это может быть... Скорее всего, это будет адвенчура. Возможно, с элементами квеста. Это будет круто. А влево, Д вправо, Е. Начать диалог, пробел. Следующее предложение. Еще у нас здесь... Ага, и выбор ответа у нас здесь с вами тоже будет. Ну, то есть, все в одном флаконе, так сказать. Несколько жанров. А это наши главные герои, за которых мы будем играть. Или только за одного из них. Почему-то мне казалось, что за двоих. Первого зовут Витя. Приехали. Извините, а вам долго чинить его? А, сломался. Так, подожди. Она... Получается, мышкой я вообще не могу здесь ничего делать. Только клавиатурой. С непривычки будет тяжело. Долго ли вам чинить его? Пойдем пешком. Ну, я бы, наверное, спросила, долго ли вам чинить его. У меня как раз в этом новом году уже успел случиться казус. Мы ехали в поезде, и он, точнее, не он целиком, конечно, а тепловоз сломался. И мы где-то больше двух часов, наверное, прождали. Просто ночью в каком-то глухом лесу снег валит. Вот, первое января, короче, вообще это было очень весело. Я еще тогда подумала, блин, год начинается весело. Чинить долго, судя по всему. Идите пешком. Можно было сразу такой вариант выбрать. Пешком тоже хорошо. Жаль только, что опоздаем. Зато они как раз разговариваются. А то сначала все немного скованные. Может быть, ты и прав. Просто мне хотелось создать хорошее первое впечатление. А интересно, куда вы собирались? На встречу выпускников? Надеюсь, что нет. А то здесь у нас какое-то начало будет в бесконечном лете. Наверняка все они стали очень крутыми. Блин, а возможно, на встречу выпускников они и поехали. Не то, что мы с тобой. Копирайтер и сантехник. Что плохого? Работа сантехника очень даже нужная. Работа копирайтера тоже. Вообще-то ты писатель, а я мастер на час. Не переживай ты из-за этой встречи выпускников. Только скажи, и мы сразу уйдем оттуда. Уже можно двигаться, да? Играем мы за Витю, а Володя за нами следует. Вполне возможно, что в будущем мы будем как-то меняться. Ну что, ребят, дальше вот этого экрана, собственно, я никуда не заходила. Поэтому все остальное будет для меня полной неожиданностью. Надеюсь, приятной. Где, интересно, действенное происходит? Мне почему-то кажется, что в Петербурге. Была этим летом в Петербурге, но за две недели так почему-то и не удосужилась на трамваях покататься. Все как-то метро, метро. Мы еще с подругой пешком много гуляли. А очень хотелось на трамвайчике. Боже, какое все родное и ламповое. Вот несмотря на то, что, казалось бы, ты живешь в этой стране, и ты видишь изо дня в день такие вот унылые дома, похожие друг на друга. Весь этот какой-то общий вайп депрессивный. Но когда я захожу в игры, вот подобные этим, все моментально приобретает какую-то ламповость. Еще и музыка такая расслабляющая. Велики, дети. Что, с детьми можно поговорить? А нас не примут за каких-нибудь подозрительных плохих дяденек. Собака на дереве. Что она там делает? Как она туда попала вообще? А это, кстати, собачка из меню. Что же делать? Одни мы тут не справимся. Здравствуйте, дети. Что тут у вас? Там щенок на дереве. А как он туда попал? Хороший вопрос. А вам помочь его снять? Ну, понятно, что как он туда попал, меня тоже интересует этот вопрос. Но давайте как-то проявим инициативу и действительно детям поможем. Сами они туда вряд ли заберутся. Если есть из них кто-то смелый, кто может лазить по деревьям, все равно это опасно. Помочь ли вам снять его? Да! У нас вот даже лестница есть. Ой, а я тут только сейчас заметила. Они действительно лестницу откуда-то притащили. Но мы попробовали и страшно очень. Лестница шатается. У нас с этим только Киря бы справилась. Киря или Кира. Это про какое имя, ребят, вы говорите? Она одна высоты не боится. Но она в летнем лагере еще. Давай я буду держать лестницу, а ты залезешь, Витя. Конечно. Только Вите все надо делать почему-то. А Володя не хочет? Ой, интерактив у нас здесь, да? Так. Ага, то есть надо было просто наклониться к собачке и все, и весь интерактив. Окей, хорошо. Мне это даже нравится. Нет какого-то... Нет хардовости. Может он чей-то? Или его кто-то потерял? Такая красивая пёся, я не могу. А шейника нет. Может тогда оставим себе? А как назовем? Вот, ребят, вы уже и ребенка завели. Боже, сейчас за такую тематику как бы... И подпасть можно. Поэтому вы давайте тут не шутите, пожалуйста. Взять себе собачку. Хм. Ну он же с дерева взялся. Может орешек? Гениально! А что, у нас на деревьях только орехи растут? Почему не листочек? Почему не иголочка? Почему не веточка в конце концов? Почему не ствол? Почему не дупло? Почему не птичка? В этом... Я смотрела сериал, кстати, «Каникулы любви». Была там собака, которую тоже назвали Орешек. Но ее так назвали, потому что она съела орешек из рук девушки, которая ее покормила. Там своя была какая-то детективная гениальная история. Хорошее имя. Нарекаем тебя орешком. Только орешки обычно сами падают ноты. У нас особенный. Это орешек, который сам залез на дерево. Ой, Витя. Мы же опаздываем. Отдали бы детям животное. Что, себе забрали? Куда вы с ней сейчас попретесь на вечер встречи выпускников? Реально забрали себе. Нормально вообще? Ну, если дети не возражали, то окей. Пойдем. Нас стало трое. Ой, как здорово. Как будто бы мы оказались где-то... Вообще обстановка напоминает, опять же, бесконечное лето своим вайбом. И как будто бы мы сейчас где-то в 80-х, 90-х оказались. Но явно это не современность. Кафе «Ветерок» или «Ветерок» там просто не очень видно хорошо. Первый «А» за столиком. А здесь первый «Б». Слушайте, я чего-то, может быть, не понимаю, но речь же идет про выпускные классы. Почему первый «А» и первый «Б»? Почему не одиннадцатый «А» и одиннадцатый «Б»? Нам сюда, что ли? Витя, Володя! Я так рада, что вы пришли. Давно не виделись. Привет. Ой, какой хорошенький. Откуда такой симпатяга? Он на нас с дуба рухнул. Мы его спасли. Нет, давайте второй вариант. Все-таки мы, правда, его спасли. От чего? От дерева. Оно падало на него? Он с него падал. А как он туда попал? Хм, есть несколько вариантов. Мм, как у тебя дела? Хорошо. Я занимаюсь организацией новой выставки. Хочу, чтобы в ней поучаствовали молодые художники и художницы. Чтобы и Алена выставила свои работы. Она давно мечтала об этом. Правда, хозяин помещения не в восторге. Надо будет убедить его. Хм, что собираешься делать? Вредный. Ну, давайте спросим. Вредный? Может быть, самую малость. Я тоже такой бываю. Найду подход. Да, мы справимся. А это, кстати, Коля. Он со мной за одной партой сидел. Привет. Судя по всему, что ребята этого Колю не помнят. И он, я хотела сказать, уже поддатый. Уже хорошенький такой стоит. С красными ушами и носом. Надя вас часто вспоминала. Витя и Володя, верно? Вы чем вообще занимаетесь? Я вот скоро новый тренинг запускаю. Коля популярный бизнес-тренер. Главное, чтобы не инфо-цыган. Накопил себе на океанический круиз. А у вас какие планы? Хм, да как пойдет. Специально не загадываем. Я вот вещи чиню, соседям помогаю. Альтруист. А, я работаю над книгой. Параллельно подрабатываю. Пишу рекламные статьи. Хм. Ну ничего, со временем и у вас все получится. И тебя вылечим, да? А, я пойду со всеми поздороваюсь. Взяли, унизили. То, собственно, чего эти люди и боялись. А, вот, вот, теперь мы, значит, можем поиграть за Володю. Ну, окей, пока Витя там, значит, трынтит со своими одноклассниками. Мы пойдем искать тоже каких-то своих одноклассников. Других. А, или это все-таки современность. Вон люди стояли в телефоны, пялились. Просто такая рисовка и такие декорации, точнее. Как будто бы мы оказались где-то, ну, явно во времени, которое уже прошло. Володя, привет! Ты в этих очках прям профессор. А у вас какие очки интересные. А ты в своих прямо панк-звезда. Олеся, классные сережки. У нас с Вадимом семейный парный лук. И я вижу, что ты не изменяешь своему стилю. Каждый новый курс института ты красилась в новый цвет. А, подожди, так это выпускники института или... Я так подумала, что выпускники школы все-таки, раз там были первые А и первые Б. Ну, или, может, просто они и в институте вместе учились. Сейчас денег побольше стало. Начало краситься, когда хочу. Как у тебя дела, кстати? Нормально. А у тебя как? Что ты отвечаешь, как в типичной переписке? Правда, нормально дела. Ха-ха. А как Витя? Вы вместе живете? Да, теперь вместе живем. Ха-ха-ха. Нет, давайте это... Чтобы нас не так поняли, скажем, что у Вити все тоже хорошо. Вообще, я рада тебя видеть. Да и Витя, небось, тоже скучал. Кстати, я, наверное, вернусь сейчас к ним. Они там с Колей говорят? Да. Я советую вам спасаться. Отчего же нам нужно спасать Валой? Ой, подожди, что случилось? Это текст несколько раз так прокрутился? Что-то мне хочется домой. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что это все в порядке было. Просто глюк игры небольшой. Что-то случилось. Так, скоро. Ну, я даже не знаю. Давайте второй вариант. Может, этому... Может, Вите понравилось общаться с Колей? Да, я уже со всеми пообщался. Хорошо, я не против. Беседа не задалась? Да нет же, все в порядке. Просто мне кажется, что я неподходящий собеседник. Ты замечательный собеседник. Просто не нужно заставлять себя быть замечательным всегда. Я думаю, я сама скоро пойду. А то Коля уже начал свой тренинг. Мне кажется, еще немного общения с ним, и я начну планировать свой маленький бизнес. По продаже прихваток. Хм, я б купил. Пока, Надя. Пока. Еще увидимся. Маленькие такие эпизоды. Как будто бы... Я даже не знаю. Как будто мы по воспоминаниям скачем, а не на самом деле в игре находимся. Это, видимо, просто такой стиль у игры. А ты переживал, когда я уехал? Конечно. Мы же с детства дружили. Кстати, тут если присмотреться, у Вити как будто бы нос в пластыре. Интересно, кто ему успел... Лицо набить. Помнишь, как мы играли в пиратов? Это... Ой, боже! Это какой-то лайф и стрейдж начинается. Только в мужском варианте. Макс и Хлоя тоже вспоминали свое пиратское детство. Да ладно? Кто из нас не играл в пиратов? И искали сокровища во дворе. Помню, помню. Мечтали построить домик на дереве. На найденные деньги. В общем... Я просто думал, что теряю. Что теряю что-то очень важное. Если бы не Надя, было бы совсем тяжело. А подожди, в смысле, если бы не Надя? Если бы не Надя, было бы тяжело именно на вечере выпускников? А то я на секунду подумала, что, может, он женился на Наде, и типа у них все окей. Но, видимо, нет. К тому же, я знал, что мы снова встретимся. Земля же круглая. Гав! Надеюсь, орешек будет единственным приключением за последнее время. Жизнь у нас спокойная. Все будет хорошо. Как это мило. Слоники? Мы дома. We are home. Ну, дружба – это вообще то, что действительно очень ценится. Обычно мужскую дружбу почему-то обесценивают, да, или обязательно сводят к чему-нибудь. А-а-а-м, не яойному. Я надеюсь, здесь так не будет. Хоть глаз выколи. Сейчас нащупаю выключатель. Оп, какой у вас, ребята, интересный дом. Сразу захотелось туда, атмосферно так. Привет, Аркадий. И он убежал. Аркадий – это паук? Господи, надеюсь, что нет. Я организую кровать для орешка. А я спать. Завтра рабочий день. Спокойной ночи. Так, и Володя пошел... Ой, а что значит вот это вот? Погладить песика можно. Ой, Бузи, какая прелесть. Все, я в умилении с этой игры. Ну, теперь-то, я думаю, мне точно захочется пройти ее от начала до конца, потому что в ней прекрасно все. Если бы только вот эпизоды были не такими коротенькими, да, но может быть, может быть, это была дебютная игра для разработчиков. Поэтому они не могли ее сделать прям сразу такой супер-пупер навороченной. Но вообще то, что я вижу сейчас, мне нравится. Рисовка, приятная музыка, персонажи, которым пока еще не сопереживаешь, потому что мы пока только с ними знакомимся. Что там написано? Сосны. Какое-то стихотворение. Я кроме слова сосны разобрать ничего не могу. И еще и над кроватью что-то висит. И там тоже надпись, но видно очень-очень мелко. Ладно, спать так спать. Боже, я сто лет этих позывных не слышала. Как меня сейчас в детство отбросило на 20 лет назад, вы себе не представляете. Ух. Жалко, что только что вот это... Ну, типа катсцена немножко подвисла почему-то. Ну, блин, радиомаяк. А, и теперь я вижу, что там написано. Мы будем летчиками. Ну, блин, я видела, что люди стояли на этой вечеринке выпускников, и они пялились в телефоны, как будто бы действие происходит в современности. Но, с другой стороны, то, что нам показывают сейчас, это... Да это действительно 80-е какие-то. Блин. Может быть, это они не в телефоны пялились, а во что-то другое. Тогда во что? Или это конкретно наши ребята существуют в 80-х? Как будто бы в своей голове. Короче, не знаю даже, как к этому относиться. Давайте погладим песика еще разок. Володя, а ты что, так и не ложился, что ли? Доброе утро. Как спалось орешку? Да, походу, Аркадий это паук. Сейчас я его увидела. Он с потолка свисает. Вроде хорошо. Только скулил немножко под утро. Но я его выгулял. И еще он не хотел лежать на подстилке. Я его уложил на кровать. Спасибо, что не будили. Тебе уже по работе написали? Да, обычно у людей все по утрам ломается. Хм, кого это принесло ни свет, ни заря? Не знаю. Пойду посмотрю. Там еще слоники вот эти вот маленькие на полочках. Боже, у кого-то из моих бабушек такие были. Раньше же было принято собирать подобную керамическую ерунду для красоты. И ставить их под закрытые дверцы серванта, чтобы можно было только смотреть и вздыхать. Потому что когда ты ребенок, тебе так интересно, так хочется со всем этим поиграть. А бабушке такие на тебя шипят. Нельзя. Это для красоты только должно быть. Что такое? Я сюда что, плакать зашла что ли? За ностальгией за какой-то? Приятно, конечно, чувствовать такую вот ностальгию. Но с другой стороны, очень грустно осознавать, что вот вроде бы прошло не так много лет. А много кого из твоего окружения, из твоих близких уже нет в живых, к сожалению, да. Моя бабушка любимая еще в шестнадцатом году умерла. Ну ладно, не будем о грустном. Так, я вроде нажала. Открывай. А, это вы, Михаил. Так, компанию Вити и Володи разбавляет Михаил. Как же это все-таки непривычно, да, когда ты в игры играешь. Там все-таки сплошь какие-то иностранные имена. Тот же Симс. А тут изобилие прям родного. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Чем я могу помочь? Я пришел напомнить об арендной... Вы что, собаку завели? Ну да, с кем не бывает. Об арендной платье он пришел просить. И еще, значит, и с собаками здесь жить нельзя. Ну да, с кем не бывает. Он совсем маленький и послушный. Ну он совсем маленький и послушный. Ну действительно, такая лапочка. То есть вы не только не заплатили. Не только шикарные ковры со стен сняли. Нет, если бы здесь еще были ковры на стенах, я бы вообще скончалась в приступах ностальгии. И только сейчас я заметила, что на той полочке, где у нас слоники стоят, там еще и Тотара. Кто-то из наших Вити и Володи анимешник. Вы еще и собаку завели. Не говоря уже о том, что у вас живет таракан. Так таракан или паук? Давайте определимся, а то я уже запуталась. Мне об этом уже тоже донесли. Это не таракан, а паук. Значит, все-таки паук. Слава богу. И его зовут Аркадий. Вы ему еще и имя дали. Либо вы к концу месяца приносите всю сумму, либо я вас выселю. Вы же обещали нам, что подождете в этот раз с оплатой. Мы живем здесь давно и исправно платим. А вот сейчас не платите. У меня, Виталий, терпение не бесконечное. Виталий, не Виктор? Виктор. Действительно. Они мне еще перечить будут. Действительно. Мои квартиранты, как хочу, так и называю. Че пристали вообще? На все про все даю неделю. Хорошего дня. После такого разговора день уж точно будет хорошим. Михаил очень зол из-за того, что мы сняли ковры со стен и просрочили арендную плату. Как думаешь, где можно раздобыть столько денег? А сколько вы платите за эту квартиру? Предположим, если это в Питере, то, наверное, там немалые деньги должны быть. Но если где-то в провинции, хотя и сейчас, с учетом всех нынешних ситуаций в мире неблагоприятных, цены на жилье, даже на съемное жилье, к сожалению, могут быть просто аховые. Ай, не представляю. Почему в детстве все гораздо проще было? Вот мы искали клад и нашли. Точно, клад. В смысле нашли. Вы, по-моему, хотели его найти. Тогда прокатило. Может, и сейчас прокатит? Ты предлагаешь нам искать клад? Нам же под сорок, Вить. Ну и что? Главное верить. Теперь только надо решить, где мы его будем искать. Хм, нужно тогда какой-то план составить. Ну, клады из-под земли берутся. Тогда решено. Пойдем туда, где есть земля. Логика железная. Наверное, с леса надо начать. Но у нас нет рядом леса. Тогда пойдем в парк. А что мы там найдем, кроме мусора? Эй, не падай духом. Только я в этом доме падаю духом. Ну, хорошо. Но как мы поймем, где копать? Я понимаю, если бы у нас был металлоискатель. Где же его достать? Купить его мы не сможем. Украсть? Тоже не сможем. Наколдовать? Витя, не хочу отвлекать. Но нам обоим пора на работу. Так, по-моему, ты сам разговор про клад завел, нет? Точно. Все, я побежал. Пока. Все как-то само собой разрулится. Вот увидишь. А, подожди. А я думала, а может быть, сейчас он убежит на работу, и мы за Володю поиграем. И Володя все-таки что-нибудь придумает. А в этот раз погладить орешка нельзя? Ну-ка, подождите. Пока он не ушел на работу, я хочу здесь еще разочек осмотреться. Ничего ли я не упустила? Ну, вон, да, какие-то анимешные фигурки на полке. Явно. Слоники, да, какое-то стихотворение, судя по всему, про сосны. Вот что-то про летчиков. Так, ей-богу, как будто бы в этом доме живут не два мужика, которым под 40 лет, а два ребенка, два подростка лет 10-12. Ну, что ж, окей, давайте будем выходить кое-кто. Интернет дорого или, может, наоборот, недорого? А подняться выше? Нет, нельзя. Ну, ладно, так уж и быть. Поехали. У нас есть все, чтобы жить вечно. Обожаю надписи на лифте, только очень редко они бывают с таким философским посылом. Обычно, когда в реальности в лифт заходишь, там кое-что другое, более приземленное написано. Какой у них номер квартиры, кстати, интересно. Найти бы ее на почтовых ящиках. А почтовые ящики выглядят довольно современно, кстати. Ну что, пойдем. Так в какую сторону? Пешком пойдем или на автобусную остановку? На эту, на трамвайную. Много переходов между локациями. Если бы они были чуть больше, чтобы была возможность действительно прогуляться, но здесь хотя бы на фоне... Ой, там и машина проехала. Троллейбус приехал. Это не трамвай все-таки, а троллейбус. Хорошо. Сейчас мы сядем, но давайте посмотрим, что есть здесь. Гор свет. Ладно, пойдем садиться, а то еще без нас умотает, мало ли. Так, а что надо сделать? На М нажать? Или... Или что? Или все в порядке вещей? Может, на Е нажать? Нет, я жму, и ничего не происходит. Ау, игра! Подскажи мне, что делать надо. Ау, господи! Серьезно? То есть здесь у нас мышка нам должна помочь в этом. Это у нас, получается, проездной надо... Подожди, надо вставить или что с ним надо? Приложить его. А то я не поняла, потому что все время клавиатура и клавиатура, а тут вдруг внезапно тачпад пригодился. Меня попросили повесить полки. А подожди, то есть ты приехал в квартиру, здесь никого нет, но есть записки. А как это? Тебе что? Какой-то универсальный ключ дают, чтобы ты заходил? Видимо, они только въехали. Эх, вспоминается, как мы с Володей свои коробки тоже таскали. Ну, давай... Повесь полки сюда. Здесь нам тоже мышка понадобится, интересно, или нет? Я так понимаю, что да. То есть мы просто берем и перетаскиваем. Одну, вторую, и третью. Well done. Мы работаем хорошо. Просто прекрасно. А теперь расставить вещи. Потом я поеду на другие заказы. А подожди, а разве расставление вещей входит вообще в нашу работу? А потом я там еще куда-то поеду, а потом домой. Серьезно? Такая вот мини-игра, ну как бы ладно. Я ничего не имею, кстати, против того, чтобы Марио посадить вот на эту вот пулочку. Смотрится симпатично. Только без глаз как-то жутко. Слоника сюда. А книжки? А книжки, слава богу, хоть не все книжки по отдельности. Вот и все. Приятно чувствовать себя полезной вечером того же дня. Все-таки жалко, что мы как-то в большей степени только за Витью играем. Я бы поиграла еще за Володю. Было бы здорово, если бы нам давали чаще ими меняться. Но уж как есть. Да и хочется уже поскорее опять же какой-то зеленой листвы. Да хоть какой-нибудь листвы, потому что все-таки снег и его обилие реально задалбывает. А у нас еще январь не кончился. А в нашем регионе зима вообще очень долго идет. Поэтому зеленую листву мы еще не скоро увидим. А ты кто? Уважаемый, а вы чем тут занимаетесь? Иринарх? Это что, реально такое имя есть? Не, ну я знаю, что есть имя Аристарх, например. А Иринарх, это типа Ирина только в мужском виде? Здравствуй, Виктор. Выискиваю шпионское оборудование. Представляешь, что? Вчера беседовали с соседкой о пылесосах. И что ты думаешь? Позвонили с предложениями. А, ну это типа, что вот смартфоны вас подслушивают и потом тебе всякую контекстную рекламу подсовывают. Тот же день. В тот же. Как будто у меня есть деньги на такие пылесосы. Судя по тому, что ты держишь в руках, вот это вот разве не пылесос? Один из этих новомодных, которые все очень быстро и качественно убирают. Да уж, деньги. У нас тут тоже с квартирой сейчас трудности. А вас что, выселить с Володей решили? Откуда вы знаете? Таким-то оборудованием и не знать. Жалко будет, если такие проверенные соседи уедут. А, он ходит и подслушивает, короче, видимо, всех. Ищет шпионов. Может, помочь вам как-то? Да мы сами, спасибо. Хотя, может, металлоискатели одолжите нам на денек? А, это он, вот я пыталась вспомнить, как эта штука называется. Это он с металлоискателем ходит. Ха, Гобу-то сразу раскатал. А ты мне что? Так это же вы помощь предложили. Мы можем вам пирожки испечь. Я бы на это посмотрела, кстати. Ну, давайте первый вариант. Ну, действительно, он же первый начал. Ну, так я же не металлоискатель предлагал. Дружба? Одно. Оборудование? Другое. Слушай, ты ж слесарь. Ну, почти. На кухне у меня демон. Прогони, а? Какой именно демон? Како-демон? Имп? Манкубус? Говорит человек, который переиграл в третий дум. О, боже. Я прошла третий дум на уровне ветеран. Потом я прошла дум 3 на уровне кошмар. Потом я прошла одно из дополнений тоже на ветеране. Потом я психанула и удалила игру, потому что одно из дополнений меня как тогда выбесило, так и сейчас. Уже не стало проходить его. Решила, что хватит. Потому что мне дум уже поначалу снился. Ну, демон. На кухню забрался. Прогнать бы. Иринар, а вы таблетки пьете? Так там, наверное, кот какой-нибудь, не знаю, бездомный. Любят же они залезать в чужие форточки. А демон не вредный у вас? А вы таблетки пьете? Ладно, давайте не будем обижать старичка, а то он нам еще не поможет ничем. А демон не вредный у вас? Под давлением должен сдаться. Ну что ж, ради металлоискателя и демона готов прогнать. А, ради металлоискателя и демона готов прогнать. Простите, не так прочитала. Ой, боже! Так это что, козел ваш? Че он на кухне делает? Да, он очень любит сахар. Он при чужих себя приличнее ведет. Веди его сахарком. Аккуратно и медленно. Чтобы он ничего не разбил. Твою мать, это мини-игра будет сейчас, да? Веди его аккуратнее. А если он сейчас что-нибудь разобьет? Ой, ой, ой. А-а-а! Витя! Простите, пожалуйста! Простите! А-а-а-а как? А, надо, видимо, самим вот этим сахаром его вести. Мне его надо вести, наверное, в другую сторону. Ну, к бананчикам. А-а-а или нет? Или он туда не пойдет? Э-э-э, нет. Мне все-таки, значит, надо направо его вести. Ну, давай, давай очень аккуратненько. Я аж испугалась, когда тарелка полетела. Ну, а действительно. Ну, давай. Дальше. Чашки. Медленно. Осторожно. Так, а если я, кстати, нажму... А, это чехословацкий фарфор! Простите, простите меня, пожалуйста, достопочтенно. Я правда не хотела. Я только впервые сегодня эту игру запустила. Яблочко. Все! Получилось. Боже, никогда в жизни не думала, что буду играть в игру и сгонять козла со стола. Ужас. Ну, обидно за тарелку, блин. Мне кажется, старичок сейчас нам откажет в помощь. И все! Спасибо, товарищ. А то он бы так и не слез со стола. Держи, металлоискатель. О, ура! Все-таки получилось. Э-э... Пасяп? Вам спасибо. Не ожидал, что вы козла демоном назовете. Вот про козла-то я, кстати, и не подумала. Как козла назовешь? Зато любой мошенник дер даст. Да и шпионов он заверстучует. Я тут тоже собаку завел. Как зовут? Орешек. Вижу, у нас обоих хорошие, вкусные имена. Животные это, конечно, прекрасно. Но козлы самые лучшие. А вы где своего козлика-то взяли? А где-то год назад, когда метро встало. Ну, ты помнишь эту историю? По всем новостям крутили. Как какой-то один дурак все отключил. Ну, вот. Пришлось выйти на академической. Смотрю, козел к забору привязан. Пойдем на разведку, демон. Капиталисты не дремлют. Потрясающая история. Шикарная. Так, и куда мне? Мне же теперь, по идее, наверх надо? А, подожди. Это же наша лестничная клетка. Пятый этаж. По крайней мере, я знаю, на каком этаже мы живем. Слушайте, ну классно. Дедок очень колоритный. Мне понравился. На самом деле, не хочется вот даже сейчас игру завершать. Хочется позаписывать еще. Чтобы хоть немножечко еще углубиться в сюжет. Привет, Володя. Как твой день прошел? То есть, я так понимаю, Володя чисто дома сидит и дома работает. Это только Витя у нас выходит. Поэтому мы за него и играем больше. Привет, Орешек. Как у тебя дела? Я надеюсь, тебя не забыли кормить. Привет. Ой, где ты нашел металлоискатель? Сосед одолжил. Иринарх? Как же это у тебя получилось? Я экстрасенс. Ой, экзорцист. Демона изгнал из квартиры. Вот правильно. Ты теперь и на этом специализируешься? Мне уже начинать волноваться? Не волнуйся. У меня пока все дома. И очумелые ручки. Тоже, господи, минутка ностальгии. Я обожала эту передачу смотреть. Ну, пока все дома. И очумелые ручки. Это же была рубрика в этой передаче. Смотри, не заработайся. Постараюсь. Ну что, ребята, а клад, когда поедете искать? Следующим утром. Может быть, сейчас и соберутся. Ну что, все готовы? Да. Забыла орешка погладить. Значит, они все-таки отправились в парк. Причем втроем. Метро. Эх, сейчас бы в Питер. Сокровища. Treasures. Значит, они все-таки что-то найдут? Было бы, конечно, неплохо так в реальной жизни. Сел на метро. Ну, перед этим взял металлоискатель у дедушки-соседа. И поехал. И как нашел клад. И как разбогател. Но это игра. Именно поэтому именно в игре все возможно. В реальности же хрен такое будет. Ну что, пойдемте. Итак, какие у нас планы? Как какие? Будем этой штукой по земле водить, пока не запиликает. Только место подходящее подыщем. А дальше что? Будем копать. Ведь мы лопату не взяли. О, точно. А как они копать-то собрались? Гулыми руками, что ли? Тогда руками. Серьезно? Ну, подожди. Здесь можно о чем-то поговорить? Ты что-то сказать хотел? Слушай, я тут подумал. А ведь когда мы найдем клад, нам его же не только на аренду хватит. Что ты имеешь в виду? Обычно клады большие. Тогда мы сможем оставить на черный день. У нас каждый день черный, ведь? Ну так, блин. Подумайте, найдете на что потратить. Посватаетесь каким-нибудь женщинам. Скажете, вот. Мы все такие себя обеспеченные. Может, реально свою личную жизнь хоть устроят? Так, ага. Теперь снова, значит, мышкой можно водить. Ну, давайте. Пикает вот здесь. О, вот здесь прям сильно запеликало. Я еще толком даже поводить не успела. А дальше у меня зависла игра. Красивая фигурка. Почистить бы. Давай продолжим искать. Окей. Это было вот здесь, да? Теперь в этом месте что-то нашли. О, значок. Мой главный девиз. Мир. Алена собирает разные значки. Ей точно понравится. Алена – это их подруга? Может, тоже бывшая одноклассница. Про какую-то Алену упоминали на встрече выпускников. Это ж сколько всего разного мы тут найдем. Печенье лучшие. Это интересно, продается ли такое в Питере взаправду или нет? Может, это что-то выдуманное? Или что-то... Или вообще с намеком на другой город какой-то? Сокровище! Открывай, открывай! А, ну да, в таких жестяных коробочках, конечно. У нас тоже стоит жестяная коробка из-под чая. Старая Москва называется. Сколько ему лет, я даже не возьмусь сказать. Наверное, как моей маме. Она прям такая жестяная, прочная. И в ней мама до сих пор хранит и нитки, и пуговицы, и всякое прочее. Кто вообще оставляет коробку ниток в парке? Выездная конференция любителей шитья? Смешно. Ну, я так понимаю, ищем дальше. Или нет? Нет, дальше не ищем. На этом мы остановились. Не расстраивайся ты так, Володь. А то ты так стоишь, как будто собрался с моста кидаться. Зато было весело. Я никогда не пробовала искать что-то с помощью металлоискателя. И день хороший. Мне спокойно, даже несмотря на то, что у нас ничего не получилось. Ну, что-то же мы нашли. Это правда. Что за листок ему прилетел? Ой, тебе на лицо что-то попало. Какая-то листовка? Требуются ночные сторожи в музее. Только не говорите, что сейчас вы устроитесь туда охранниками и захотите оттуда что-то скоммунистить. Воровать нехорошо. Музей ищет охранников. Видимо, с 8 до 7 оплата не сразу. Оплата не сразу. Замечательно. Я бы на такую работу не пошла. Чайный гриб недорого. И еще какой-то номер телефона. Но номера телефонов уже даются сотовые. Так что, наверное, действие происходит, ну, если не в наше время, то хотя бы уже в нулевые. Середина нулевых, я так понимаю, где-то. Требуются ночные сторожи в музей. Молодые. А мы молодые? Не знаю, как ты, а я очень даже. Но это сейчас, когда тебе там еще слегка за 30. Ты до скольки сейчас молодежи? До 35 же считают. Так что я себя, например, тоже еще могу считать молодежью. А дальше уже все. Не знаю, как ты, а я очень даже. Слушай, может попробуем и подзаработаем, и узнаем что-нибудь. Там могут храниться старинные карты, где указаны места сокровищ. Боже, такая, действительно, настолько сильная детская мечта, что вот прям, я не знаю, как жжет им в одном месте. Вот хочется клад найти, и все. Обычно клады закапывают на каких-нибудь островах, мне кажется. Там, где действительно когда-то орудовали пираты. Но, блин, искать их где-нибудь в городе, ну, такая себе идея. И выставка, небось, интересная. Только нам эту выставку охранять нужно будет, а не разглядывать. Нам, кажется, уже пора к Наде. Мило, что она нас пригласила в гости. Вообще хорошо все складывается. Ну, говорил же, что все образуется. То есть мы сейчас еще и в гости пойдем. Ну, клад не нашли. Хотя бы пообщаемся с кем-нибудь. Пойдемте. Никогда не помню, какой из звонков Надин. А вот эти звонки действительно прямо как будто из 90-х нулевых. Уже сейчас, по-моему, даже таких звонков в домах нет. Во всяком случае, я давно не видела. В новостройках их вроде как даже и не прикручивают. Жми на все. Это придется мне сейчас жать, да? Так, ну, давайте вот на этот нажмем. Наверное, надо нажимать на те, которые подписаны, нет? Если захотеть, можно даже какую-то мелодию из всего этого сыграть. Иду. Ага, это значит, вот этот все-таки звонок был. А у нее тоже вполне себе уютненько. Только слишком все белое. Я сначала подумала, что это напоминает флажки, которые были у Вити и Володи в квартире. Сейчас понимаю, что это выстиранное белье, скорее всего. Да, раньше тоже такая привычка была где-нибудь на кухне прямо над твоей головой его развешивать. Ты, блин, проходишь, а у тебя над головой мокрые полотенца и всякое там остальное. Ах, давно мы так не собирались. Все вместе. Последний раз, когда ездили в Грузию. Ой, да, а помните, как на Володю гусь напал? А вот это и есть, значит, та самая Алена, которая значками интересуется. Только давайте не об этом. Мы так и не смогли нормально поговорить тогда вечером. Как у вас дела? Хорошо, нас выселяют. Как выселяют? А у вас с выставкой как? Не переводи тему. Мы уже нашли участников. А ты не подыгрывай. Витя, что вы натворили? Выбрали неподходящее имя для Аркадия. Я его выбирал. Вам бы все шуточки. Я могу чем-то помочь? У нас все под контролем. Мы ищем клад. И как? Нашли уже? Пока только разбитые мечты. Володя, а как твоя книга? В процессе. Эх, вот допишешь. И я побегу ее иллюстрировать. Обожаю детские книги. А, он еще и детские книги пишет. Не просто. Я-то думала... Точнее, я даже не знала пока, что думать. Писать книги для детей на самом деле более сложное занятие, чем писать книги для взрослых. Но, во всяком случае, я слышала такое мнение. И, наверное, это правда. Потому что многие детские книги я до сих пор с удовольствием перечитываю. Вот просто. Может быть, дело, конечно, в том, что у меня та же самая ностальгия. И мне просто приятно окунуться в это чувство детской беззаботности, когда я читаю эти книжки. Но многие из них действительно классно и интересно написаны. И во многих из них заложено даже что-то взрослое. Ну, такое с намеком. В том же «Незнайке», например. «Незнайка на луне» это вообще очень взрослая книга, как по мне. Это действительно, когда вырастаешь, ты начинаешь более полно ее понимать. И все отсылки выкупать начинаешь. И на капитализм, и на все остальное. Так что, да. Вот бы ее еще одобрили. Это я к тому вела, что многие книги, которые я прочитала уже во взрослом возрасте, взрослые книги, мне перечитывать у меня не было такого прям явного желания. Это с очень малым количеством книг вообще было. Я сейчас даже вам не назову, какую я бы действительно хотела перечитать. Вот бы ее еще одобрили. Так ты поговорила с тем хозяином помещения? Да, он вроде согласен. На самом деле столько нервотрепки со всеми делами. Алена согласилась помочь мне с Афишей. Но это не сравнится с вашими проблемами. Не сравнивай, мы справимся. Я надеюсь на это. Ладно, мы с Володей, наверное, уже пойдем. А эти Надя с Аленой тоже интересно квартиру вместе снимают. Судя по всему, так и есть. Вить, ты только знай, что мы всегда можем помочь. Я думаю, эту ситуацию уже можно решить. И без всякого клада. Я хочу сам во всем разобраться. Конечно. Просто не стесняйся обращаться. Спасибо, Надя. Вон какие понимающие и заботливые у вас есть знакомые. Чего бы с ними не замутить. Но это я, наверное, уже забегаю вперед. Все-таки здесь на главный план должна выйти не любовь, а именно дружба. Что мне, в общем-то, очень даже нравится. Но я думаю, на сегодня хватит. Эту серию мы с вами закончим ознакомительную. Вы, пожалуйста, посмотрите и напишите мне в комментах, как вам эта игра. Нравится ли вам ее вайб? Тоже модное сейчас словечко, но, в общем-то, ее атмосфера. Нравится ли вам сюжет? Близок ли он вам? Хотели бы вы узнать, что будет дальше или не очень? Мне, если честно, все это кажется как будто бы несерьезным отчасти. Но, с другой стороны, это так приятно, будучи взрослым, окунуться во что-то подобное и как будто бы на миг ощутить себя ребенком. Окунуться в такую вот какую-то наивность, что ли, в эти детские мечты. И, может быть, эта игра как раз и хочет нам сказать, что не надо прекращать мечтать и не надо забывать в себе ребенка, что ли. Поэтому я, если честно, очень хотела бы узнать, что там будет дальше. Хотела бы пройти эту игру до конца. Но буду ждать вашей реакции. Большое спасибо, что посмотрели. И увидимся когда-нибудь с вами в дальнейших прохождениях. Субтитры сделал DimaTorzok